Следующая программа предназначена для зрителей старше 16 лет. Мы не хотим напугать, мы лишь рассказываем о том, что происходит вокруг. Здравствуйте, вы смотрите «Место происшествия» в студии Павел Буянов. Сейчас короткий анонс, после продолжим. 21 тонна стекла оказалась на круговой развязке в Нижнем Новгороде. 13-летняя девочка оказалась под колесами автомобиля. Упавшему пассажиру автобуса потребовалась помощь медиков. На улице Ляхова сгорел жилой дом. 21 тонна стекла оказалась на проезжей части происшествия, зафиксирована на круговом движении в районе кинотеатра Москва. Фура, груженная стеклом, двигалась по круговой развязке. Крепление, державшее стекло, не выдержало и весь груз оказался на дороге. Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Из кузова грузовика продолжают сыпаться осколки стекол. Но основная их масса огромной грудой лежит рядом на проезжей части. Они оказались там из-за плохого крепления, которое подвело в самый неподходящий момент. И в следующую секунду 21 тонна стекла вылетела из кузова на дорогу. После этого водителю оставалось только наблюдать за действиями рабочих. До аварии он должен был отвезти товар к пункту назначения, но совершенно в другом виде, а именно целым и невредимым. После такого неприятного сюрприза он был явно не в духе. На этой пирамиде и держался хрупкий товар. По словам очевидцев, в тот момент, когда грузовик поворачивал, крепление не выдержало и раздался грохот бьющегося стекла. Убирать его с дороги пришлось уже дорожным рабочим. Видать, просто шел, на повороте занесло, стойка, и все, и на бок, на бок. Я даже не представляю. За происходящим наблюдали очевидцы и коллеги водителя. На то, почему так произошло, у них была своя версия. Я вот не вижу, не вижу здесь, здесь ни одного ремня. Который должен был держать? Конечно, это 20 тонн, 20 тонн. На каждую тонну, на каждую тонну должен один ремень. Николай также работает водителем. И случившееся он объяснил не только халатностью, но и беспечностью работодателей своего коллеги. На месте загрузки мы когда загружаемся там где-то, где-то, я пока, пока не упакую машину ремнями. Они меня оттуда не выпустят, виноват завод. К тому времени, как часть стекол собрали в две большие кучи, на кольцевой развязке образовалась большая пробка. Правда, желающих объехать ее рядом с местом ДТП не было. Видимо, опасность пробить колесо останавливала водителей от необдуманных решений. Но, к счастью, рабочие пообещали, что скоро проблему решат. Все, тянется на месте. Все на месте? Все на месте. Взмасвал. Сейчас вот погрузим. Все. Сейчас вот это сдвинем. Загрузим. И все. 20 минут. После случившегося водителю грузовика придется пообщаться не только с сотрудниками ГИБДД, но и своим начальством. И, судя по всему, разговор будет не из самых приятных. Это фирме принадлежит стекло? Оно застрахован был? Теперь будет вся страховка из главы канала. Артем Кичемасов, Николай Хлобыстов. Специально для места происшествия. 13-летняя девочка оказалась под колесами автомобиля. Момент происшествия зафиксирован на камеру видеорегистратора очевидца. Съемка ведется из автомобиля, который двигается по поселку Афонина в сторону выезда из города. На глазах других водителей мужчина с дочкой начинает перебегать дорогу в непредназначном для этого месте. В итоге ребенок оказывается под колесами иномарки. Водитель Тойоты двигался с большой скоростью и оказался не готов к такому повороту событий. Он попытался уйти в сторону, но девочка все же оказалась сбитой. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали. Она едва не погибла. Свидетели утверждают, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Но делать выводы будут инспекторы дознания после оформления всех необходимых экспертиз. Пассажиру автобуса потребовалась помощь медиков на улице Диаконова. Женщина выходила из салона автобуса и упала. Незадолго до этого в Нижегородке стало плохо, и она решила выйти на свежий воздух на остановке. Через несколько минут ей уже оказывали первую помощь медики. Врачи скорой помощи проверяют состояние пострадавшей женщины. Но, видимо, ей все еще плохо. Несколько минут назад она упала, выйдя из салона. И привело к этому отсутствие свежего воздуха в транспорте. Я как вышла, и сразу упала. Упала на бок. Вот на этот бок. Водитель автобуса как могла успокаивала пострадавшую женщину. И даже хотела отправиться вместе с ней в больницу. Специалисты заверили, что они позаботятся о здоровье пенсионерки. И вскоре с их помощью женщина смогла сесть в карету скорой. Все заболевания не упала возрастом. Все, не выше, не меньше. И сейчас в трампун, да? В трампун, да, посмотрят. И она вернется назад. По словам очевидцев, в душном автобусе при 30-ти градусной жаре стало невозможно находиться. Окна пришлось закрыть из-за находящихся в салоне детей. Почувствовав себя плохо, женщина попыталась выйти и подышать свежим воздухом. Но как только она покинула салон, ноги подкосились, и она упала на землю. В результате этого она ушибла руку и бедро. Она вышла уже, вышла. Она вышла, вот здесь стояла. Я дверь закрыла, и она набухла. Стоите, она тут и стояла. Вот где вы стоите, вот здесь она упала. И упала, но если нет, он, да, постояли. Водитель очень переживал за состояние пенсионерки. До приезда медиков Галина пыталась оказать пострадавшей первую помощь. В автобус опять, водички вон, ей воды дала, вот вверх, вверх. У нее же давление, конечно, плохо. Женщина-водитель автобуса предупредила, что пожилым людям в жаркую погоду лучше находиться у источников свежего воздуха. А при первых недомоганиях лучше покинуть душное помещение и не рисковать здоровьем. Елена Зимидова, Артем Кичмасов и Николай Хлобыстов специально для Местопроисшествия. Самые интересные и значимые репортажи этой недели вы сможете увидеть еще раз в итоговой программе Местопроисшествия, которая выходит в эфир каждое воскресенье. 19 часов 15 минут только на Первом городском телеканале. Не пропустите. На улице Ляхова сгорел жилой дом, о случившемся очевидцы узнали слишком поздно. К тому моменту, как на место происшествия прибыли пожарные, он уже был охвачен огнем. К тушению специалисты приступили незамедлительно, но ситуация осложнялась тем, что источника воды поблизости не было. Из-за позднего обнаружения горел дом на общей площади 40 квадратных метров. Тушение осложнялось тем, что воду приходилось подвозить путем забора воды из соседнего водоема и плечо подвоза было 700 метров. К счастью, хозяева успели покинуть помещение, они не пострадали. Но к тому моменту, как пожар полностью ликвидировали, от здания почти ничего не осталось. Здесь предполагаемая причина случившегося курения в нетрезвом виде мужчины, который находился в доме. На улице Симашко эвакуатор задел электрические провода, которые потом упали на легковой автомобиль. Сразу после происшествия линию обесточили и опасности для окружающих не было. Но само происшествие, видимо, доставило немало неприятных минут водителю эвакуатора. Ему пришлось объясняться с сотрудниками ГИБДД. Ехал прямо, провода провисли. Вот везли машину, задели. Они уже оборвались, да? Да, оборвал провод, попал на Тойоту. После этого к делу приступили изработники коммунальных служб. Им и придется ликвидировать последствия случившегося. Теперь дальше по делам поедете? Да нет, ждем энергетиков сейчас. Накажут, наверное. Пусть говорит, не виноваты. Ну, оставить виноватым. Кто у нас в России виноват? У кого нет денег обычно. Нижегородка в такую жару искупала свой автомобиль в озере. События развернулись в одном из озер Щелковского хутора 3 июля. Женщина собиралась выехать с территории пляжа и не справилась с управлением. Дорогостоящая иномарка оказалась в воде. К счастью, рядом оказался владелец «Газели», который купался в этом же озере. Он подогнал свой автомобиль и иномарку вытащили на берег под всеобщие овации. Ну, у нас все. Красавцы! Все красавцы. Еще немного, и автомобиль бы полностью ушел под воду. Сама владелица не знала, как благодарить своих спасителей. Операция по вытаскиванию автомобиля из воды привлекла десятки очевидцев. Все оказались рады благополучному завершению этого незапланированного представления. На этом выпуск завершен. Корреспонденты программы продолжают следить за оперативной обстановкой в городе и области. О происшествиях и преступлениях сообщайте на телефон редакции 212-9-112. Пишите нам в интернете адрес электронной почты программы указан на экране. Эфир продолжит служба новостей «Город». Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин